Ты вспомнила в Лизе сегодня свою первую игру? Нет, мы с Лизой совершенно в разных условиях находились. И к своей первой игре я уже много лет капитанила в спортивной версии. Во-первых. А во-вторых, Лиза гораздо более сильный игрок, чем я как игрок. Поэтому мне, возможно, капитанит чуть легче. Потому что я не так... Не накидываешь версии. Да, мне не так много нужно фильтровать из своей головы для обсуждения. То есть я могу капитане гораздо спокойнее в этом смысле. И это ей помешало? Ну, мне кажется, что да. Ну, конечно, это и хорошо, и плохо. И с этим просто надо будет ей научиться жить. Я уверена, что она с этим справится. Потому что она очень сильный, опять же, игрок и личность. И, конечно, это очень тяжелое испытание. Но я уверена, что оно на пользу. То есть если бы они сейчас сели и на каких-нибудь простых вопросах легко выиграли, это бы, наверное, мало что могло дать. А так, мне кажется, это очень потенциально хорошая команда. Сильная. И, не знаю, я не совсем согласна, что с Денисом Казанским... С Денисом Казанским, да, я не очень согласна, что это отдельные люди. Наоборот, я почувствовала в них такой прям, ну, зачаток команды. И это очень, мне кажется, классно. Вот был момент, когда был второй черный ящик, и распорядитель поставил его частично на Настин блокнот. И у нее там остался уголочек блокнота, и она начала там что-то пытаться записывать. И Вадим, вообще не глядя на нее, просто оторвал листик и подложил ей, чтобы она писала. И вот я в этот момент прям почувствовала, что это действительно не отдельно сидящие люди, а это вот, ну, они чувствуют друг друга. И, конечно, ну, первая игра, это еще им сыгрываться и сыгрываться, но я прям вижу очень большой потенциал в этой команде. Ален, а от чего зависит, вот кто-то сегодня проявился, как Вадим, да, как кто-то нет, как Денис, например, Элькис, да? Вот то, что Вадим сегодня проявился, по твоему опыту, скажи, это значит, что он и дальше будет ярко играть? Это значит, что он в этой конкретной игре почувствовал себя более свободно, и был какой-то вопрос, с которым у него случилось какое-то вот совпадение. Ну, мне кажется, это ровным счетом ничего не значит, и сила игрока никак не коррелирует с его проявлением или непроявлением на играх. Ну, то есть, там, не знаю, на моей последней игре, например, Максим Паташов не блистал, но мы же не будем говорить, что он от этого перестает быть великим игроком. Денис Логутин в твоей команде вообще не блистал? Денис Логутин в моей команде блистал на тренировках, просто этого никто не видел. Но видишь, какого мы прекрасного игрока подготовили для команды Мухина. Я очень счастлива, на самом деле, с Денисом. Ты рассчитался Мухина? Еще нет, кстати. Но, правда, я ужасно рада за Дениса, и вот я прям чуть не плакала на финале, когда смотрела его, к сожалению, смотрела его из дома, но это было потрясающе. То есть, я действительно очень рада, что Денис наконец-то заиграл так, как он может это делать, потому что я не знаю, что мешало ему играть так у нас, но вот... Спасибо, Ален. Ну что ж, будем заканчивать. Через неделю сыграет команда Бориса Белозерова. Как ведущий сегодня уже сказал, практически во всех составах изменения, обновления. Это нормально, новый сезон. Встретимся через неделю, как всегда, на нашем канале что-где-когда.рф. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»